Час. Минута в минуту. Радио Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире и сейчас у нас на телефонной связи всем нам известный Янис Юрканс. Добрый день. Добрый день. Да, может быть я задам такой в какой-то степени неожиданный вопрос. Правда, в последнее время президент Латвии после долгого молчания нас все время удивляет теми или иными интересными высказываниями. Вот одно из них прозвучало буквально сегодня. Президент заявил, что призывы не носить маски – это часть или элемент гибридной войны. Как бы вы это прокомментировали? Во-первых, в каждой Америке свой Трамп. Я слежу за высказыванием нашего президента. Вот он такой, он Трамп. Потому что, представляете, вот он говорит о том, что те, которые умерли от ковида, для тех не будет Рождества. Да. А если кто-то умер от гриппа, у того будет, и вообще, например, у тех, у кого большие зарплаты, у тех больше денег. Вот такие истины, понимаете? Ну, поэтому нам же надо всячески использовать вот такое гибридное. Я не удивляюсь, если он скажет, что это провокация из России. Вот русские провоцируют вот эту гибридную войну. Ну, просто, Олег, я все больше и больше думаю, что Латвия сходит в сума. Вот мой комментарий. Да. Ну, вот, да, интересно, что, в принципе, все, многие ждали то, что президент, ну, по крайней мере, возьмет на себя хоть какую-то инициативу в условиях вот этой борьбы с пандемией. Тем более мы видим, что правительство хромает на обе ноги, там внутри разные течения, мнения, министр комментирует свои же решения и так далее. Вот, при том, комментирует так, как будто они их не принимали, тут же выступает в роли оппозиции. Вот вы ждали вообще от президента более активных действий или уже не ждете? Я никогда от него не ждал, потому что я этого человека знаю 30 лет, я знаю, что он хороший юрист и законник, он был неплохой министр юстиции, он знает правопорядки в Европе, и казалось, что вот он поможет Латвии гармонизировать нашу законодательность в соответствии с европейской, но он подался в политику, в которой он очень мало о чем понимает. И кажется, вот, наблюдая за его вот такими полумерами, полукакими-то высказываниями, высказываниями, мне кажется, что он уже начинает думать о втором сроке, он все время боится, ну, как бы не рассердить позицию у националистов и так далее. Поэтому это не президент, это человек, который удобно сел в кресло президента и наслаждается всеми благами. А он Латвию, по-моему, даже очень плохо знает изнутри. Так он что-то знает в порядке, там, с отверстно, закона, а так он не чувствует людей, он не чувствует народ. И народ его не чувствует, он чужой. Вот мне кажется, что он чужой. И те, которые там, ну, в общем, его очень поддерживали перед выборами, что вот. Думаю, что очень многие разочарованы в том, что он никакой. Вот пример у нас тоже никакой. У него тоже вот такие высказывания. Помните на Пасху, давайте будем красить яйца и друг другу показывать. Ну, вот, ну что это за пример? Ну, что это за такие высказывания? Ну, это как шуты. Извините, это может быть грубо звучит, но как-то мне стыдно за Латвию. Мне стыдно за наших руководителей. Я уже не говорю о министрах о владельности. Как ты правильно сказал, оно все хромает на две ноги и скоро будет ходить на костылях. Да, вот интересно, что если весной, по крайней мере, казалось так, что правительство уловило, уловило вот этот вот путь, если так можно сказать, вот эту дорожку по ограничению распространения коронавируса, то сейчас очевидно, что правительство запаздывает те ограничения, которые они принимают, непонятные обществу, естественно, общество в ответ тоже не стремится их исполнять. Получается какой-то замкнутый круг. Думаю, что, в общем, царит такой всеобщий хаос и паника где-то. Паника царит не только в Латвии. Я смотрю, наблюдаю, а мы во всей Европе, и паника, люди не знают. Сейчас опять начали рассуждать вот вакцина. Плохая, хорошая. Наш министр говорит, что обязательно будут какие-то побочные явления, потому что от любого лекарства они есть. А какие явления? Если ты уже говоришь, что будут, ну, если ты предлагаешь людям вакцину, ты, наверное, должна знать, ну, на что это, на печень, на почки, на мозги, на обаяние, я не знаю. Ну, наверное же, надо все-таки знать, что ты предлагаешь больному, правильно? Для здорового. А тут все так, понимаете, мы так в тьмах вот так на ощупь живем. Да, и интересно, что даже если мы говорим о финансовой помощи, ну, я понимаю, что минимальное пособие – это лучше, чем ничего. Но, с другой стороны, мы же в реальной жизни живем и существуем, понимаем, что такое вот минимальное пособие по простую – 330 евро. А если у человека семья с детьми, ну, как он может выжить на эти деньги? Я же сказал, что Латвия уже начинает ходить на костылях. Я смотрю, говорят, что вот больницы тоже уже вот-вот все переполнено, уже не смогут. Ну, в принципе, в принципе, катастрофа в медицине. А что касается финансовых поддержек и так далее, ну, я так понимаю, что у государства денег нет. Тем более, все время ожидали, что вот-вот Европа распределит миллиарды, и мы что-то получим, может быть, сможем как-то их тоже направить на здравоохранение. Но Европа пока еще ничего не решила. Сегодня там собираются правители в Брюсселе и будут решать, потому что, ну, вроде как, в прошлый раз Польша и Венгрия наложили свое лето. Но сейчас предполагают, что поляки и венгры не будут больше капризничать. Вроде как, их уговорили. Ну, будет бюджет принят. Ну, тогда будет больше денег. Может быть, тогда дадут больше, чем людям, которые бедствуют. Да, вот вы уже упомянули и другие страны. Понятно, что хаос царит во многих странах Европейского Союза, по крайней мере, если мы говорим сейчас о Европе. Мы вообще вот в первую волну, я так понимаю, что каждая страна как-то сама выживала. Италия была в шоке от того, что никто даже не пришел ей на помощь. Вот на ваш взгляд, сейчас ситуация вообще меняется? Я думаю, что люди начинают быть более добросовестными. Я вот в Испании наблюдал и наблюдаю, что люди очень дисциплинированные. В каждом магазине вот моют руки и маски. И я зашел на бензозаправку, без маски забыл просто. Меня не обслужили. Иди в машину, получи маску и потом приходи. Очень строго. Я вижу, что они даже в машинах едут, в масках. Я думаю, что люди поняли. Те, которые итальянцы, испанцы, которые очень пострадали от вируса, они понимают, что нужно все-таки быть очень коллективно, индивидуально ответственными. Я наблюдаю здесь такую ответственность. Как долго Испания сможет, например, жить в такой изоляции, разные запреты туристам и гостиницам, и перелеты и так далее. Все это сейчас очень ограничено. Испания тоже без туристов может банкротировать. Посмотрим. В принципе, хаос везде. Вот читаешь, слушаешь, хаос везде. А как долго людям хватит терпения и понимания, что вот это все не способно от кого-то. Поэтому надо совместными усилиями учиться, как пройти через вот этот период и какие уроки извлечь. Но самое главное, по-моему, мы должны быть очень ответственны. Каждый должен быть очень ответственный. И не надо там капризничать, без масок ходить. Ну, весь мир ходит, ну, надень ты маску и ходи. Ну, что это? Это же ничего такого сверхъестественного. Ну, надо ходить, потому что так надо. Люди не научились еще справляться с этим. Может быть, эти маски ничего не дают. Есть такие, которые говорят, что это все ерунда, не помогает. Ну, разные школы, разные течения и разные мнения. Но раз уж большинство в мире ходит в масках, даже президенты и правители, ну, оденем мы тоже маски. Но будем ходить, пока не отменят, пока справятся с этой заразой. Да, вот вы упомянули, правда, вот в таком, может быть, ироническом ключе, комментируя высказывание господина Левица, что в каждой Америке свой Трамп. Ну, вот если мы говорим действительно об Америке, Трамп, ну, судя по всему, все-таки фигура, по крайней мере, на данном этапе уходящая с поста президента. Вот начнется эпоха Байдена. Понятно, что, может быть, еще рано делать какие-то прогнозы. Но все-таки ваше ощущение, какой будет Америка при Байдене? Я думаю, что Америка будет очень сложна, потому что, понимаете, он заявил, что вот он восстановит господство Америки над всем миром. Он возобновит вот эту роль мирового полицейского Америки. Ну, хорошо, это могло быть, может быть, 20-30 лет тому назад, а сейчас кто ему позволит? Китай позволит? Нет, Россия позволит. Нет, есть противостояние, есть другие игроки, которые претендуют на главенствующие роли. Поэтому из этого ничего не получится. Да, он делает какие-то шаги, заявления, что, мол, он возобновляет договор о климатических изменениях, потом с Ираном, они вроде как, опять-таки, возобновят договор о ядерной работе ядерного оружия. Да, ну, вот такие вроде позитивные, но с другой стороны, смотришь на команду, ну, там очень большая австреба. Люди, которые, в общем-то, до назначения на посты, они были очень недружелюбно настроены против России. Конечно, человек, когда он садится в какое-то кресло, занимает какой-то пост, тогда, конечно, совершенно другая ответственность и другая ситуация, и взгляд на ситуацию другой. Но я думаю, что Америка сама очень сложна, там очень сложны внутренние проблемы. Думаю, Америка будет больше смотреть вовнутрь, как, скажем, усмирить тех 70 миллионов поклонников Трампа, которые недовольны исходом выборов и считают, что, в общем-то, выборы украли, или президентство у Трампа украли. Как с ними справятся Байден и администрация? Это все мы будем еще посмотреть. Ну и потом, конечно, на международной арене, как он справится с Китаем, которая все временно расставит свою мощь, и с той же Россией. Ну, в общем, мы... Знаешь, у китайцев есть такая древняя пословица, такое как проклятие, чтобы ты жил во времена перемен. Такие перемены, таких еще мы с тобой еще не видели. При нашей жизни таких перемен не было. Вот они сейчас есть. Везде, не только в Латвии, но везде во всем мире перемены. В тоже Европе. Ну, вот будет Северный поток-2 или его не будет? Мы знаем это? Сколько говорят и какая борьба идет вокруг всего этого? Мы не знаем. Какова будет Турция, Турция, которая, в общем, там ведет сюда довольно по-хулигански в том районе, и, в общем, говорит о том, что надо создавать атаманскую империю, и у них то, что там получается. Потом начинаются разные столкновения с Россией. Ну, там все сложно. Украина очень сложная, Донбасс. Могут быть какие-то провокации. И, в общем, потому что у Зеленского очень слабая позиция, экономическая чем-то слабая. Могут начать какую-то маленькую войну с Россией. Посмотреть, что из этого получится. Так что все очень неспокойно. Хотелось бы тебе рассказывать что-то приятное и интересное, но ничего нет. Есть просто хаос. Да, ну вот я понимаю, что, может быть, это такой не очень этический и правильный, скажем так, поворот, но, тем не менее, и до выборов, по крайней мере, в Америке, и после выборов, конечно, все указывали на возраст господина Байдена, но он очень серьезный, 78 лет, и речь идет о действительно мировой державе, она номер один, и ее возглавляет человек в очень преклонном возрасте. Это может как-то повлиять, ходят разные разговоры, что, может быть, тогда больше полномочий или больше власти возьмет на себя вице-президент? Как вам кажется? Вообще, в Америке система власти очень сложная. Транс уже тоже прошел через это. Конгресс надел ему наручники, и в наручниках он все время работал. Он все время должен был оправдываться, и так далее. Поэтому, ну, нет такого, что вот один старый человек, маразматик, и что-то может напортачить. Думаю, что нет. Тем более, он в своей политической деятельности всегда был таким осторожным. Он не Трамп. И думаю, что он будет больше полагаться на команду, которую он сейчас собирается смонтировать. Думаю, что нет. Думаю, что возраст и все эти разговоры – это все ерунда. Думаю, что он создаст команду, которая будет смотреть реально на вещи и будет более-менее адекватной. Я посмотрел, какие там люди. Там серьезные люди. Вот не будем по именам, но там серьезные люди. Там таких случайных я пока фамилии не видел. Так что я на это смотрю. В таком плане у него будет стабильное правительство, не так, что у Трампа он никогда за время, за срок четыре года он себе команду не создал. Все время менял и менял, и делал это все как-то очень некрасиво, неуклюже. Но сейчас посмотрим. Мне кажется, что с этим проблем не будет. Проблемы будут, если они не смогут справиться с внутриполитической проблемой, прежде всего. Даже международная ситуация их не так волнует, как вот проблема, головная боль внутри страны. А таких, я так понимаю, проблем внутри страны очень много. Да, ну, конечно, сидя в Европе, мы досконально даже не представляем, что там творится. И как экономика, как вирус, тоже пандемия, там тоже народ в недоумении. Ну, в общем, мы еще раз, еще раз. Мы живем в такие времена перемены, когда мы не знаем, что нам принесет новый год. Мы только знаем, что вот этот год 20-й, он год крысы вроде как. Я никогда этими зодиаками не увлекался. Сейчас смотрели, ну, год крысы, ну, мы едим в своих норах дома, пищу тащим в норы, там едим, друг друга увидим человека, избегаем столкновения, какие-то встречи. Очень похоже, да? Что-то такое крысящее царит в атмосфере. Ну, надо будет надеяться, что вот год быка, мужественный такой товарищ, что вот мы все наберемся мужества и решим все те проблемы, с которыми мы сегодня боремся или не знаем, как бороться. Ну, пытаемся. Вот казалось бы, что вот эта пандемия, которая затронула весь мир, нет такой, наверное, страны, которая надежно от этого защищена. И казалось бы, что это дает возможность сплотиться, ну, по крайней мере, начать какой-то диалог на международной арене, во внешней политике. Но если мы берем вот тему латвийско-российских отношений, такое ощущение, что мы вот дальше вот все вглубь, вглубь, в болото, в болото, увязаем, как будто вот Россия, это не наш сосед, и есть кто-то другой, как будто этого соседа можно заменить. Ну, ты же следил за политической платформой «Согласие». Мы же 30 лет говорили, что надо с Россией дружить, надо поддерживать экономические связи, надо понимать, что наше географическое положение это наше национальное богатство, другой у нас нет. Никаких искупаемых здесь нет. У нас есть порты. Ну и что? Сегодня министр где сообщения или связи пишет петицию в Москву, в России и просит «Ребята, ну давайте что-нибудь, давайте нам грузы, а то мы тут скоро задохнемся». Ну, представляешь, как вот до чего дошло, и это непонимание, что ну как же так, и ты же идешь унижаться в то же самое время, ты в Брюсселе голосуешь за разные санкции, обзываешься, Ринькович говорит, ну да, но надо же все-таки понимать, что надо же идти посередине дороги, там не надо там мешать политику, экономику. Ну, это настолько все глупо и детски, и потом наш посол в Москве тут тоже такой, он и понимает нелепые ситуации. Ну, что он может сделать? Потому что Рига вот такая, как она есть. Да, вот нам надо, ну и что, что мы за санкции, ну это же политика, давайте бизнес делать, прикроем на это все глаза. Не тут-то было, надо лучше понимать Россию, надо понимать, почему Россия ушла из наших портов, кто в этом виноват. Когда это все началось? Началось это с трубой, как ты помнишь, ну это отдельная тема, но думаю, что вот за что боролись, на то мы напоролись. Получают, знаете, как говорят ребята во дворе, получают фашисты гранаты, вот сейчас мы получили от России гранату, как мы, какой силой этот взрыв будет и какие будут последствия, думаю, мы посмотрим, где люди есть, которые освобождены от работы, уволены на дороге, у них уже эта бомба, эта граната, они прочувствовали, ну, а где они найдут работу, куда они поедут, сейчас еще мы не затронули тему Брексита, сейчас еще Англия закроется, там вполне реально, вполне возможно, да. Очень реально, очень реально это все, так что, ну, да, тяжело, да, знаешь как, вот все хорошо, тяжело, если умные правители, ты их уважаешь, и понимаешь, они борются, не получается, но борются, и такие грамотные товарищи, считаются с народом, а у нас же всего этого нет, поэтому обидно, и стыдно, и как-то вот, такое ощущение, что они теряемы в своей государстве, которое было красивое, и перспективное, ну, не, если уж там пессимистическую картину рисуя, ну, вот я так это все вижу, думаю, лучше, лучше реально смотреть на вещи, и, может быть, это лучше, как говорится, поставить правильный диагноз, нежели себя обманывать. Вот мы знаем, что сегодня как раз пришла новость, правящая коалиция, из правящей коалиции в Рижской думе, новой Рижской думе, вот фракция, мэрская фракция раскололась, три депутата от фракции ушли, это представители партии вот Латвия с Атойстойбой, как же, неужели, вот эти надежды на перемены в Риге, эта коалиция перемен вот не сможет никаких реальных, простите за эту автологию, перемен в Риге произвести? господин Йоркенс, да, что-то, видимо, у нас со связью, сейчас попытаемся, господин Йоркенс, да, ну, нет, нет связи, мы как раз хотели узнать мнение господина Йоркенса по поводу вот этого скандала в Рижской думе, есть связь, нет, ну, пытается сейчас на звукоежиссер соединиться, да, вот, что-то, видимо, произошло, какой-то сбой, да, господин Йоркенс, да, да, что-то, наверное, прервалось, да, вот, да, вот сегодня пришла информация о том, что раскололась мэрская фракция, я имею в виду фракция мэра в Новой Рижской думе, три депутата от Латвии с Атой Стрибой покинули эту фракцию, а ведь только два месяца Рижская дума успела поработать, многие ожидали, что произойдут какие-то перемены в Риге, что вы можете по этому поводу сказать, неужели никаких перемен мы так и не дождемся? Я могу сказать, я могу сказать, то, что, во-первых, у нас нет политической культуры и нет политических стабильных партий, есть такие, такие партии, которые созданы для какой-то ситуации, таких нормальных стабильных партий, которые имеют большой, большой поддержку у избирателей, есть только одна, это партия народного согласия, и тут ничего не сделаешь, хотя и тоже, там тоже разные, разные эти самые, происходят столкновения мнений, но вот то, что сейчас произошло, о чем ты говоришь в Рижской Думе, это очень большая безответственность, ситуация, когда все очень плохо, когда надо сплачиваться, когда надо понимать, что вот личностные какие-то надо отметать и надо совместно пытаться, идти на компромиссы и на понимание, но этого нет, я не знаю, почему они ушли, может быть, они думают, что руководители глупые, поэтому нечего там сидеть, и может быть, они пытались что-то изменить, я этого не знаю, но я только знаю, что если бы, скажем, была серьезная партия, то бы совершенно другая ситуация была бы, царила из создания полиции, потом в работе сама Думы. Как вы думаете, согласие удастся преодолеть кризис? Многие считают, что как раз избиратель, увидев, что происходит во многих других партиях, на которые он как бы очень надеялся, вернется к согласию. Мы чувствуем согласие сегодня, мы чувствуем оппозицию и в Думе, и в САЭМе. Чувствуется, что вот есть вся позиция, у которой есть идеи, как решать проблему. Я этого не чувствую. Мне кажется, они немножко приутихли, если не сказать приуныли. Думаю, что в последнее время надо согласие собраться, и не растерять тот потенциал, который у нее имеется. Где новые лидеры? Старые устали, уходят, а где новые? Вот я как-то еще слежу, но не вижу. Не вижу этих новых лиц, новых идей. Ну, вот как-то все неприглядно в согласии тоже. Может быть, такой, может быть, последний вопрос. Вот эта пандемия, если мы говорим так вот глобально, может быть, в какой-то степени философски, она чему-то научит человечество? Я не имею в виду с точки зрения развития здравоохранения или медицинской науки. Понятно, что рано или поздно удастся с этим справиться с помощью там одной вакцины, другой, третьей. Я имею в виду вот вообще ситуацию в мире. я думаю, что самый главный урок, что мы бессильны перед властью свыше. Называй его как хочешь. Это раз. Во-вторых, думаю, что эта пандемия поможет нам стать более человечными, более лидии, люди, которые сочувствуют друг другу и помогают. Я думаю, что одно из главных таких заключений будет говорить радуйся каждому восходу солнца и радуйся каждому дню. Живи и благодари судьбу всех святых, всевышних за то, что я еще жив, что я еще могу прокормить свою семью. Я думаю, что тут много можно говорить. Я думаю, что мы извлекем из этого урок. Человечество станет лучше. Сначала оно будет хуже, но потом оно станет лучше. Я думаю, люди поймут, что надо взяться за руки, чтобы подкопать поодиночке. Вот видите, не все так пессимистично, как казалось и нам в процессе этого интервью. Нет, нет, я думаю, что да, выход будет, мы станем лучше, мы станем лучше, более человечнее и, да, человечнее. Я не знаю, может русскому звучит, но мы будем лучшими людьми, так скажем. Я не селканс, у нас был на прямой телефонной связи, спасибо большое. Спасибо.